Недавно в сети появилась информация о том, что пермские волонтеры украли породистого пса из Казани и требует у ее хозяина, вдумайтесь, 3 миллиарда рублей. Действительно ли была названа именно такая сумма или нет, неизвестно. Но факт остается фактом. Собаки у хозяина сейчас нет. Такая история никого не может оставить равнодушным. Именно поэтому наша редакция заинтересовалась и решила разобраться, с чего все началось и к чему это может привести. А самое главное узнать, есть ли хоть малейший шанс вернуть собаку хозяину. Страшная трагедия произошла с хозяином стафаршистского терьера по кличке Молли. Собака попала под поезд, в результате чего ей оторвало заднюю лапу и хвост. А также она получила многочисленные травмы и ушибы. Собственно говоря, мы сейчас приехали к хозяину этой собаки. Его зовут Виталий. И сейчас мы с ним поговорим и узнаем все детали и подробности. Виталий, здравствуйте. Виталий, хозяин собаки, в тот день был на работе и узнал о беде своего питомца через группы в социальных сетях. Вот на этих железных путях попала собака под поезд и при этом еще вторая собака тоже попала под поезд. В один день, в один момент попало две собаки. Одна насмерть, конечно. И при этом, что Арсений даже когда нашел мою собаку, не сказал, что там была вторая. Помочь Виталию вызвался некий волонтер по имени Арсений. О собаке он также узнал после рассылок в интернете. Далее Арсений отвез беспомощное животное в ветеринарную клинику «Мирный», где вскоре встретился с Виталием. В ходе разговора я спросил, что с собакой делать, в каком состоянии собака находится. Так как я просто даже не могу смотреть на эти травмы, которые произошли на собаке. Приложил ему сделать эвтаназию, чтобы собака не мучилась. На это он мне ответил, что в Перми есть хороший приют. Надавив на отчаяние хозяина, Арсений настаивал на перевозке собаки в Пермь, утверждая, что там ей точно помогут. Показал мне видео с протезами, с колясками, которые собаки живут. Я с ним согласился, что собаку стоит туда отвезти на лечение, но в последующем можно будет ее забрать. Спросил его по финансам, как это вообще оплачивается. Он мне сказал, что у них хороший приют, оплачивается государством. После таких слов Виталий поверил волонтеру и подготовил собаку к оперативной перевозке. В дороге Арсений провел все необходимые процедуры для собаки и доставил ее до пункта назначения. В Перми же Виталий встретил другой персонаж, якобы директор приюта, Семен Филипповский. Встретил на дороге, сказал, что нужно собаку передать ему прямо здесь, на дороге. На это я ему ответил, почему я собаку должен передать на дороге, как бы я хочу увидеть клинику, где она будет производить лечение. На это он мне ответил, что у нас много времени нету, собака в трудном состоянии, здесь стоять ругаться, смысла нету. Либо ты передаешь, либо нет. От безвыходной ситуации Виталий был вынужден отдать собаку Филипповскому, надеясь на помощь. Я ее передал, с Филипповским решили, что мы будем на связи, и он мне будет каждый шаг как бы курировать, что с собакой происходит. Через 6 часов по дороге в Казань Виталий решил узнать, прооперировали его собаку или нет. Ему сообщили, что операцию перенесли на 2-3 дня, хотя же сам Филипповский настаивал на срочной операции. С Филипповским мы на связь уже на второй день перестану со мной выходить на связь. Так как он говорит, у меня собак много, и мне не до вашей собаки. Как я уехал, грубо говоря, все началось, что у нас с ним отношения испортились. Ну, в связи с этим. На эту блевотину, которую вы пишете, на это все дерьмо, у меня просто нет других слов. Просто Казань, иди! Ну, посты хотя бы он какие-то выкладывал, что-то еще как бы было понятно. Ну, конечно, в результате сейчас мы не можем ни дозвониться, ни свою собаку забрать. В качестве эксперимента мы решили сами позвонить Филипповскому и его подельнику и узнать их мнение на ситуацию. Пользователь занят. Давайте сейчас Арсению позвоним, узнаем, может быть, он трубку возьмет. Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. В настоящий момент абонент разговаривает. Но возникает другой вопрос. Действительно ли Филипповский вымогал деньги? И какая это была сумма? Там сумма от 150 до полутора миллионов доходит только. Ну, с его слов там. Мы ему сказали просто, предоставишь нам чеки по факту, когда... Он сказал, я могу чек хоть на полтора миллиона сделать. Вскоре нам стало известно, что Виталий и его собака Молли не первые пациенты Пермской клиники. И уже впоследствии стало понятно, что он уже так зарабатывает. Это не первый случай. Ну, да, здесь уже есть люди, которые тоже говорят, что собак сегодня не смогли забрать. Здесь уже у нас я не один оказался в этой ситуации. Ну, и в принципе, это его доход как бы. А что говорят органы? Органы, я писал заявление в полицию в городе Перми. Органы не захотели мне помочь. И ни отказ не пришел от заявления, ни рассмотрения дела не пришло. Ну, вот самое такое немножечко непонятное и обидное, что органы не хотят этим заниматься, с учетом того, что много пострадавших. Ну, вот это да. На самом деле это очень странно. Причина без участия органов неизвестна. Но есть предположение, что местные органы власти не берутся за это дело, так как сами сотрудничают с мошенниками. Хозяину вообще в идеале надо ехать туда и искать свое животное с документами. А желательно еще приезжать туда с адвокатами, чтобы адвокаты работали в сторону правоохранительных органов, написать заявление о привлечении, чтобы возбудили уголовное дело по статье 159 мошенничества. Если все-таки место нахождения собаки не будет установлено, собака у нас по законодательству рассматривается как вещь, которая имеет определенную стоимость, значит, в рамках уже гражданского производства взыскивать стоимость собаки, моральную компенсацию, причинение морального вреда в том числе. Вот, то есть ехать с адвокатами на место и там уже решать. Какой же вывод мы можем сделать, исходя из этой ситуации? А вывод очень прост. Виталию и его питомцу необходима широкая глазка. Собака уже длительное время находится не у хозяина и вообще неизвестно, жива она или нет. Поэтому обязательно поделитесь этим видео, поставьте лайк, а самое главное, будьте осторожны. До новых встреч.